Здравствуйте дорогие мои друзья, сегодня у нас классические говносборки, сегодня у нас будет Loner XP, та самая говносборочка, в которой у нас был волк. Сегодня очень популярны различные паблики с цитатами для гопников и с картинками с волками или шакалами, а в то время даже еще делали говносборки с шакалами и волками. Тут у нас написано, что copyright Loner D from Makievka 2005-2010, в то время это еще территория Украины, тут даже будет написано Made in Ukraine, вот видите надпись проезжает, настоящая история товарищи. Так, выбираем установка с интегрированными драйверами, в прошлый раз она у меня даже отказалась устанавливаться. Дело в том, что сборка настолько изменена, что она вообще не хочет работать нормально с виртуальной машиной, я вообще не знаю, что сейчас произойдет. Кстати, версия у нас 2010 года, есть еще вроде бы 8 и даже 9, если я найду, где есть сиды, будет очень сильно круто. Запустился текстовый инсталлятор Windows XP и нет экрана смерти, как в прошлый раз. Это хорошо. Копируются файлы, перекопировались и запустился у нас инсталлятор. Галочки с драйверов давайте мы уберем. Так, убираем, они нам не нужны. Так, убирайся, к черту. Так, убирайся, галочка не хочет убираться. Так, убираем, убираем и нажимаем пропустить. Блин, просто можно было нажать пропустить. Что-то я туплю и тут как раз у нас все те самые цитатки про такого мачо-волка, стишки различные. Ужас просто. И нечеловеческий раздирающий крик. Этот страх, это желание жить в вой. Темного зверя, страшного зверя, зверя по имени Волк. Одинокая птица над полем кружит, догоревшее солнце уходит в небес. Небес, если шкура сера и клыки штанажи, не чисти меня волком, стремящимся в лес. Тут ни хрена не видно. Луна засвечивает. Лопоухий щенок любит вкус молока, а не крови, бегущие из порванных жил. Ребята, если кто-то из вас реально был на охоте, тот знает, что волки крутые, когда их только 10. И то они нападают обычно на одну жертву. Волки это вообще очень трусливое создание. И чаще всего они могут напасть только тогда, например, если это волчица, у нее есть щенки. А так они, как позорные создания, разбегаются обычно по лесу. Стоит еще стрельнуть хорошенько в воздух, и они все разбегаются. Поверьте мне, куда смелее лось или даже дикий кабан. А кабан еще является очень опасным. Поэтому, товарищи, будьте очень сильно осторожны в лесу. Так, закон мы не нарушаем, мы просто хотим ознакомиться, поэтому нажимаем далее. Но тут продолжаются различные рассказы о том, какие крутые волки, как они пьют молоко, сношаются под луной, удобряют дубы и многое другое. И каждый откровенен лишь перед собой. Он воет, я адекватен, я хочу домой. Интересно, автор сам это писал? И если вас интересуют такие чужие статусы для гопников, тут существует огромное количество сообществ. И они очень сильно популярны. Волк-одиночка, Волк-одиночка-2 и просто Волки-философия. И в основном это все дело называется философия. Где обычно такие посты? Он отомстил. Он отомстил без крови, набирают, блин, по 11 тысяч лайков. Ничего удивительного. Где обычно постится какая-нибудь хуйня, типа брат за брата, кровь за кровь. Ну, вы меня поняли. Тем временем продолжается инсталляция, и я все еще боюсь, что она до конца у нас не закончится. Так, здесь у нас создание нового пользователя. В принципе, оставляем здесь все по умолчанию. Так, dreamlayer.net. Описание компьютера. Описание компьютера это спам. То есть, это ссылка на какой-то сайт. Скорее всего, сайт, наверное, мертв. Нажимаем вперед. Создается новый Волк, он же пользователь. Не, ребят, я реально читаю до слез. Честно, до слез. Стая волков приснилась мне ночью, как я просил, а совета у них. Моя одежда разорвана в клочья. Что они с тобой делали? Выебали тебя, что ли, на поляне? Народ вроде бы встала. Сплюнем. Запустись, дорогуша. Мне показалось, или там была песня сплин в начале. А нет, это мне показалось. Так, тут у нас какой-то патчинг файлов. Ничего не трогаем, ничего не нажимаем, чтобы не спугнуть. Ребят, вас, наверное, волнует, почему обоина не меняется. Все время одно и то же. Нет, ребята, не потому, что она мне нравится. Опля, куча ошибок. Надеюсь, система после этого всего запустится. Ну, блин, не удалось найти HitCon. Проверьте, что имя было введено правильно. Короче, боль, печаль конкретная. Ну, блин, ну она почти запустилась и снова ошибки. Так это что, не все, что ли? Так, я думал, что инсталляция уже закончилась. Ладно, жмем далее. И тут у нас огромное количество программного обеспечения. Можно выбрать наподобие, как у зверя. Так, слушайте, а давайте пусть это все установится. Все очень старое, интересно, позапускать, посмотреть, потыкать. 8 лет прошло, почти 9 лет, товарищи, 9 лет. Смотрите, в пакете шел еще Quip Infium. Старое U-Torrent, версия NR1.8 еще. Ретро. О-о-о, жмем. Короче, мы со всем согласны. Нажимаем установить и у нас начинается инсталляция всего этого добра. Знаете, чем отличалось то время 2008, 2009, 2010 от 2017, 2018 и даже 2019 будущего года? Установил ты такой вот такой вот XP себе на компьютер и думаешь, блин, надо быстрее установить, потому что нужно выйти на улицу, пойти с друзьями выпить пиво, погулять или сходить на дискотеку. А сейчас ты думаешь, блин, надо установить быстрее систему, чтобы накатить какую-нибудь игрушку. И играть в нее дня 4, а может 5. И вообще, пусть друзья катятся нахуй и на улице пусть долбоебы только тусуются. Так, снова здесь ошибки лезут. Вовсю просто лезут и я очень боюсь, что система все-таки не запустится. Одна за одной, смотрите, крошится, сыпется. Вообще, в виртуальной машине она работает настолько просто, ужасно, что хочется кричать. Хух. Ну, она, ребята, установилась. Она запустилась. Это пиздец. Тяжелая просто XP. Перегруженная всем, чем только можно. Если сравнивать со сборкой чип, то чип, конечно, турбо-легкая просто-напросто. Тут везде какие-то свистелки, перделки. В процессе установки они мотюкаются. Все выдают какие-то ошибки. Короче, установим виртуальные драйвера. Помолимся и будем надеяться, что мы доведем видео до конца. Для того, чтобы нормально, корректно работали виртуальные драйвера, удаляйте флопи. Он здесь нахер не нужен. Так, а он вообще-то удаляется или... Блин, вроде бы не удаляется. Ну, что-нибудь придумаем. Ура, товарищи. Система установилась. Обоина с сайтом. Здесь написано Loner XP 2010. Волк залез на дерево, чтобы послушать пацанских песен и повыть. С коробочки вроде бы оригинальная тема. Я говорил, что здесь переделаны значки, много всякой лабуды, какие-то непонятные часы. Пуск тут от классической винды, которая использовалась, начиная с Windows 95 по ME. Вот такой вот пуск. А нет, даже по 2000 винду, простите. Точнее, и 2000 тоже забыл. Значки гибридные. Очень актуально для того времени. То есть, часть от XP, часть от Vista, а часть от хрен-зна-чу. Так, панель управления. Чтобы найти, нам нужно зайти на стройки, панель управления. Ну и тут выпадает список. А так просто открыть нельзя. А, можно. Смотрите, можно. Вторая сборка, где я вижу, что специальные возможности это значок из игры с Vista. Да и хрен с ним. Нажимаем сюда. Потом смотрим система. Попробуйте еще. Найдите. А, система с галочкой. Точно, точно, товарищи. Точно. Нажимаем система. Смотрим Loner XP. Организация Dream Layer. Короче, то, что индикатор клавиатуры переключения находится здесь посередине. Ничего страшного. Это, в принципе, нормально для тех лет. Отлично. Так, программное обеспечение. И второе имп. И AeroSnap. И AkelPad. И Ami Maple. Atomic Alarm. EVZ какой-то. Клеонер еще в версии 2.27. CD Shove 4.0. Это программа для записи CD или клонирования. C-L-C-L. Я уже не помню, что это. Ну, Demon Tools. Это классика. Dev Regler какой-то. Потом Disk Drive. Download Master. Раньше очень популярная была вещь. Дальше Drive Magical. Потом здесь у нас Everest. Потом программа Fast Stone. Для того, чтобы делать скриншоты с экрана. И запись видео с экрана. Потом Fast Stone Image Weaver. Файл меню какой-то. Foxy Trader. Green Browser. Когда-то я его уже пробовал, но очень много лет назад. Java здесь у нас для любителей в Майн пофапать. Hypercam. Home Game Center. Кодеки Киллайт. Шахматы. Зачем здесь шахматы? Ну, а дальше Microsoft Net и т.д.тп. Смотреть обновления я не вижу смысла. Какой смысл здесь смотреть обновления, когда система уже устарела. Сборка устарела. 2010 год. Что еще здесь прикольно? Помните все стандартные Windows'ские игры? Здесь игры стоят от XP. И еще стоят старые. От 98-2000. Еще есть какие-то сторонние. Симпатичная овечка. Черт его знает. Что здесь вообще ожидать? А, вылетает какое-то НЛО. Летит и высаживает. Какой-то геморрой высаживает. И он тут машет. Что с ним делать-то? Я нажал, он растворился. Потом вылетает овца. И, короче, от овца будет бегать по экрану. Срать тут. Есть свое говно. И ходить туда-сюда. На тот период система вполне себе обновленная. Здесь уже Windows Media Player 11. А вот говносайтик уже не работает, увы. Зачем вообще столько программ? Программ так много, потому что иникейщику нужно было по-быстрому прийти. За 15 минут все это дело установителя за 20. Забрать свое пиво и свалить. Да и интернет, в принципе, не у всех был тогда нормальный. Хотя 2010 год вполне уже можно было накачать себе программ. Блин, тут еще и дурак у нас есть игрушка карточная. И вроде бы даже есть игра, которую ненавидит моя мать. Игра называется «Тысяча». Отец мой просто залипает. Тут, короче, у нас Барт, Лиса, если не ошибаюсь. Короче, герой Симпсонов. И нужно с ними играть в тысячу. Я не умею вообще в тысячу играть. И понятия не имею, как это делается. Но старый мой залипает просто по жести в эту игру. И все это печально. Мать кричит, мать злится. Человеку 65-й год. Вот. А его от компьютера нет тащить. Вот овечка наебашилась оперативной памяти. И даже немножко поспала. А теперь снова пошла заниматься хернью. Нет, спит снова. Спила одна сучка. Так, свойства. И посмотрим, какие здесь у нас есть темы. А тем тут просто ебам. Образ 700 мегабайт, в принципе. Сколько тут, блин, всего. Так, какая-то Black Blue. Ну, это очередные тут а-ля-вистые, а-ля-семи. С ужасными пульсирующими, вибрирующими курсорами. Ничего, в принципе, удивительного нет. Blue Mode называется. Такая же, в принципе, срань. Но уже с другой расцветкой. Но, в принципе, в стилистике Windows а-ля XP. Black, а, Ча-ниндзя какой-то. Правда, при чем здесь ниндзя? Я не знаю. Темы, видимо, очень старые. Куда старше, чем эта вся сборка. Лет так на пять. Но, тем не менее, все очень весело выглядит. Crystal Line какой-то. Это что такое? Это что такое? Такое. Ага. Ну, в принципе, прикольно. Лоттер. Ого. Ого, смотрите, какая садамия створится. Это а-ля что-то Властелин колец, наверное. Что-то типа такого. Так, это просто Windows XP. Mist называется тема. Тоже очень древняя. Помню еще. Впервые, наверное, в интернет. В 2004-м, там, в третьем году. Начал на постоянку заходить. И все вот эти темы качали там по полчаса. Так, что здесь еще? Так, Neo Green LXC. Что еще печально? Мне очень сильно нравился интерфейс Windows XP стандартный. И когда, ну, бывало так, что совсем было все плохо. И не было болванки с нормальной XP-шкой. Приходилось ставить все вот это говно. И тратил время для того, чтобы превратить вот эту Windows в нормальную Windows XP. То есть удаление вот этих сторонних курсоров. Удаление вот этих вистовских хреновин всех. И установка обычной нормальной луна. Для меня это было очень важно. Так как я считал, что если это Windows XP, она должна и выглядеть как Windows XP. И не косить тупо и глупо постоянно под Windows Vista. Потом уже кто использовал Windows Vista, понял, что Vista совсем другая система. И XP вот такая в измененном виде ни хрена на Vista не похожа. Opus OS, популярная тема нулевых. Очень популярна даже в новых говно-сборках. Там 14, 15, 16 года относительно уже поздней эпохи Windows XP она встречается. Вот такую, кстати, вот тему зеленую а-ля рояль я, в принципе, никогда и не видел. А на рояле называется. Так, тоже древние вот эти темы с таким интерфейсом выпуклым. В те времена считали, чем больше деталей выпуклых, тем лучше. Сейчас, видите, наоборот, все раскатывают катком. Тоже вот такой вот ретро для XP. Vista Live. Тоже, причем тут Vista? На Vista не похоже вообще никак. Вообще, Vista Ultimate. Vista Ultimate. Это вы называете? А, это у нас, наверное, Vista есть. Вот XP. Или это Vista Ultimate так включается медленно. Причем тут Vista Ultimate, когда панель-то похожа на семерочную тему. Так, вот XP PE. Это что такое вообще? Блин. О, все как будто из дерева. Знаете, вот даже ничего, я так бы сказал. Симпатичненько. XP 7 Live. Блядь. Кстати, видел в других говносборках эту тему и всегда говорил, блядь, это же вообще ничем не похоже на 7. Причем тут 7? То есть, понимаете, какая логика? Человек, когда создавал эту тему, думает, назову ее 7 и хомячок, скорее всего, возьмет ее и установит только потому, что она называется 7. Тупо. Но тогда все так было тупо. К сожалению, все было тупо. Ну и, в принципе, сейчас-то и не лучше будет. Что касаемо обои, тут различные волчары у нас, собачки с какими-то, блядь, заклинаниями. Короче, автор точно принимал барбитураты. Извините, что ругаю, потому что, ну, не имею я права, это классика. Ну, было такое время тогда немножко прибитое. Тяжелые были времена, понимаете, тяжелые. Ставим вот это все дело. Миниатюра называется так. Так, волк или же волчонок мечтает съесть девочку. Или же он хочет изнасиловать девочку, чтобы у них родилась девочка-волк. Я не знаю. Ну, я просто ищу в этом здравый смысл. Такой тут у нас Total Commander с зелеными такими штуковинами, буковками, циферками. А-ля матрица, чтобы хомячок чувствовал себя очень крутым и важным. Открыл пуск. Я вначале думал, что это какой-то чувак, кидающий гранаты куда-то. А потом рассмотрел то, что это лицо волка. Понял, думаю, блин, ну это же волчара. Короче, ну это ссылки на сайт. То ли для того, чтобы автору накидать донат, а то ли чтобы написать, какой он хороший. Так, здесь у нас в принципе почтовый клиент Outlook старый. Есть еще Windows Movie Maker, на который я просто визуально своими глазами немножко фапану сейчас. Оу-е. Так, посмотрю, что это за грин браузер. Кстати, да, очень сильно похож на Internet Explorer. Я не особо понимаю, почему товарищ сюда его засунул. Что вообще в нем особенного? Странный продукт. Лучше бы он, конечно, к миллион затусил сюда. Для того, кто интересовался, какая здесь версия U-Torrent'а, версия 2.1 бета. Это 2000, товарищи, девятый год. Теперь подумайте, господа извращенцы, которые мне пишут, что зря я обсираю U-Torrent. Ведь лучшая версия 1.8 или 1.6, и вы до сих пор ей пользуетесь. То есть программа как минимум небезопасна и как минимум устарела, как говно мамонта. Дело в том, что Microsoft сейчас не рекомендует использовать U-Torrent. И в любом случае, если в раздачах какая-нибудь зараженная хреновина или лезет реклама, Defender пытается U-Torrent забанить. Блин, кстати, тут черная овца бежит за той овечкой, которая здесь у нас спала и, видимо, хочет ей вдуть. Поэтому, господа, U-Torrent 1.6, 1.8 и 2 устарел. Офигительная была программа. Но сейчас есть альтернативные бесплатные программы, которые без рекламы. Поэтому я и говорю, что не стоит рассматривать U-Torrent как единственный вариант. Тут очень интересный офис. Называется он SoftMaker. PlanMaker. Это какой-то такой а-ля Excel. Я сначала думал, что это клон OpenOffice популярного в те годы. В принципе, в то время уже появлялся LibreOffice. Но это продукт той самой компании Xerox. Понимаете? Это компания, которая разработала графический интерфейс. И потом Стив Джобс с компанией Apple все это дело спиздил. А потом спиздил у компании Apple Билл Гейтс. Если честно, офис этот вообще никогда не видел. Никогда. Ну что ж, это были классические говносборки. Это была сборка 2010 года. Loner XP. На этом все. Всем пока. Спасибо за внимание. Прощаюсь. Но ненадолго. Продолжение следует...